Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вы всегда найдете абсолютно свежие обзоры на все, что появляется в нашей игре. И сегодня появилась рулеточка на сертификат на танчик 9 уровня. Обязательно сейчас покрутим данную рулетку, обсудим ценник, но перед этим хочу обратить ваше внимание на то, что на продаже появился набор из двух машин. Это Charlamagne и AP IMX30. Я уже сделал абсолютно честные обзоры как на одну машину, так и на вторую. И если вы хотите их посмотреть, то переходите по ссылочкам в описании. Выложил эти видео на втором своем канале, связанное с тем, что на этом канале я уже выложил два видео за последние сутки, а в день YouTube отправляет не более трех уведомлений подписчикам о том, что вышли новые видосы. Ну и вот для того, чтобы вы не пропустили вообще ничего, рекомендую перейти по ссылочке на второй мой канал и на него тоже подписаться, прожав на колокольчик. Ну что, ребят, давайте будем обсуждать рулетку. Рулетка сама, по моему скромному мнению, по большей части бестолковая. И сейчас объясню почему. Дело в том, что стоимость 19 прокрутов составляет 18155 голды. Вот давайте округлим до 18 косарей. Что вы получаете в итоге? Если на последнем прокруте вы забираете себе сертификат на девятку, то вы получаете себе танк, какой бы вам он не выпал. Да, в любом случае коллекционный, но в то же время ни одна из этих машин не стоит 18 тысяч голды. И это в случае, если вам из вот этих вот контейнеров ничего не выпадет. В отношении собери их все, всего лишь три контейнера, причем выпадать будут по одному. В отношении контейнеров бомбических, здесь четыре конта, один раз могут выпать два контейнера и два раза по одному. И плюс к тому, есть еще четыре контейнера на танчик на девятый уровень, но здесь, ребят, шанс выпадения машины не так уж и велик. И составляет 0,5%, то есть полпроцентика на какую-нибудь из этих машин. В общем, шансы на уровне плинтуса, как мне кажется. Поэтому сами контейнеры интересными я не считаю. Сертификат считают дорогим. Ну и в целом, обратите внимание на шансы выпадения чего-либо. Из того, что плюс-минус толково и годно, это только контейнеры собери их все, имеют 19%. Все остальные толковые вещи имеют шанс выпадения, начиная с нуля. 0,08 на сам сертификат, 0,48 на контейнер бомбический 1, 0,17 на два контейнера бомбических. Контейнер с обвесом непонятно почему 0,32, и я вообще не считаю его годным, но вот такой вот низкий шанс на него поставили. И контейнер с танком, кстати, обратите внимание, имеет шансы выпадения типа в два раза выше, нежели контейнер с обвесом. Не знаю, наверное, он ценность меньше имеет. Контейнер с анимированным аватаром тоже почему-то причислили к очень дорогим наградам и поставили 0,40%. Ну и все остальное имеет высокий уровень выпадения, но особо ничего не стоит. Свободный опыт, кредиты, x10 и бустеры золота. В общем, ребят, если вы хотите себе одну из этих девяток, то, по-моему, проще подождать их на продаже в составе наборов. И я больше чем уверен, что практически любую из этих девяток, да, наверное, все-таки любую девятку, вы сможете приобрести себе в составе набора с легендарным внешним видом, бустерами, открытым всем оборудованием за 18 косых. Но это мое скромное и субъективное мнение, вы свое пишите обязательно в комментариях. Ну что, ребят, давайте покрутим. Крутить буду у себя на твинковом аккаунте. На основном аккаунте все эти танки у меня присутствуют в коллекции, поэтому прокрут данной рулетки на основе для меня потенциально убыточный однозначно. И здесь даже спорить не о чем. За первый прокрут получаю 2750 золотом. Особо далеко в минус уходить не планирую, но сейчас посмотрим по тому, как выпадать будет. Ну, контейнер, собери их все. Один, как я сказал, три раза по одному контейнеру может выпасть. Не сильно жирный. Мне не хватает как раз одного контейнера для того, чтобы косарь золота себе вернуть чисто по талисманчикам. Голды, которые выпадают с открытием каждого из этих контейнеров. Следующий прокрут, что мне дает? Серебро? Нет. Свободный опыт на удивление 2750. Ну и давайте делаем следующий прокрут за 330 золота. И посмотрим, как изменили шансы. Посмотрим, сколько прокрутов получилось сделать. Забираем 1000. Но это не благодаря этой рулетке. Я бы сказал, что это благодаря тому, что я раньше открывал тоже контейнеры. Собери их все. Как вы видите, в принципе ничего, кроме возвращения 1000 золотом. Ну что, смотрим. Дошли до пятого прокрута. Можно сказать, что одну треть рулетки мы с вами оселили. И что в отношении шансов. Сертификат на танчик имеет 0,15%. Ну, как-то, честно говоря, маловато. Ладно, едем дальше. 450 золота. В принципе, я купил те прокруты, которые я совершил до этого. Ну, а дальше мне, скорее всего, будет всякого рода шлак выпадать. 550 голды. Что дают? Вообще, странно, что не выпадает серебро. Не выпадает, несмотря на то, что на него самые большие шансы по выпадению. Не знаю, почему. Вот, серьезно. Сейчас даже не догадываюсь. Ради интереса пооткрывал бы контейнеры на танчик девятого уровня. Посмотреть, что оттуда сыпать будет. Но что-то мне подсказывает, что особо там не насыпет ничего. Кстати, если вы докрутили данную рулетку до этих контейнеров на девятку, то напишите обязательно по поводу того, что вы оттуда достали. Получилось какую-то девятку получить или нет? Ну, не удивляет. Не удивляет рулетка абсолютно. Смотрим, куда мы добрались. До десятого прокрута из девятнадцати. Кстати, по поводу того, что одну треть прошли, это я погорячился. Прошли, грубо говоря, одну четвертую тогда. Ну, вот до десятого прокрута дошли. Вот сейчас точно, грубо говоря, пол рулетки осилим. Ну, и посмотрим сейчас на шансы выпадения главной награды. Насколько это все дело поменялось. Собери их все. Даст что-то? Нет, не даст ничего, потому что нет притормаживания при открытии контейнера. Эту фишку я уже давно прокусил на своем аккаунте. Ну, и теперь по шансам. Наконец-то. Наконец-то шансы на сертификат увеличились и составляют 1,14. Вау! Вот это шансы. Ну, хотя бы не меньше процентов. Все остальное, как вы видите, пропорционально приподнялось, но особо интереса не вызывает. Тысяча золота. Говорил, что сильно уходить в минус не буду, но хочу попытаться крутануть все-таки еще несколько раз. Глядишь, может быть, все-таки получится забрать себе контейнер на девятке. В вероятность выпадения сертификата я не верю. Но, блин, он выпадает! По-моему, у меня разработчики там услышали где-то и немножко мне подкрутили. Ну, ладно. Окей, спасибо вам большое. Я удивлен. Чисто принципиально хочу посмотреть на шансы выпадения чего-либо. Контейнер с обвесом 15%. Бомбические 22% и 8%. Соответственно, контейнер с танком девятого уровня 34%. Как думаете, выпадет сейчас контейнер с танком или нет? Давайте посмотрим еще раз, что тут получить можно. Золота не будет. Будет вероятность маленькая на машину. Блин, ну жалко голды. Жалко. Ладно. Бокс не в золотом. Давайте покрутим. Давайте посмотрим, получится или нет. Получилось! 34% дали. Свой результат открываем 2 контейнера. Ну, будет еще один танк или нет? Вот так вот. Талисман. Один из 35. Жирно. Жирно. Но второй контейнер. Удиви меня. Удиви. Ха-ха. Нет. Не удивляет абсолютно. Вот так вот, ребят. Это вот то, что касается контейнеров на танчик девятого уровня. Ну и теперь давайте откроем сам сертификат и посмотрим, что из этих танков мне выпадет. Очень хочу получить что-то годное. Годным я здесь считаю объект 752 однозначно. К-91. Ну и КПЗ-70. Чейр-футур. Это вне конкуренции среди средних танков. Ну и в принципе там еще хоть как-то можно сюда за уши притянуть объект 700... Господи, 452-й Ка и... Ну, пускай Кобру. Ну так, знаете, чисто за ноздри. Ну что, открываем, смотрим, что получаем отсюда. Т-55А. Один из самых негодных танков в этом сертификате, по моему скромному мнению. Ну не стоит. Не стоит данная девятка, ребят, однозначно. 18 тысяч, если крутить до конца. В моем случае, если я правильно все помню, то я потратил, грубо говоря, 7 тысяч золота и получил себе девятку, которую могу продать за 5. Ну а особо годной я ее не считаю. Ладно. Как получилось, так получилось. Мое дело показать все таким, какое оно есть на самом деле. Ваше дело, если вы хотите все это не пропускать, подписаться на канал, поставить лайк данному видео и по возможности прожать на колокольчик, чтобы получать уведомления с канала. Плюс напомню о том, что есть второй канал. Переходите по ссылочке и подписывайтесь на него в том числе. Тогда уж точно ничего не пропустите. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, везение, ну и как обычно, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.